Мы продолжаем с вами разбираться с алфавитом древнееврейского языка, остановились перед перерывом, сделали паузу на букве, на согласном мем. Не просто писать этот согласный, но мы с вами старались. И я надеюсь, что вы все-таки одолеете мем и будете и распознавать, и тем более писать узнаваемо этот согласный. Мы продвигаемся дальше и будем говорить о следующем согласном еврейского алфавита. Этот согласный называется «нун». Я сейчас покажу, как он пишется. Я нарисую, опять-таки же, строку «нун». Само название «нун» нам выдает звук «н». Соответственно, «нун» вы уже начало написания этого согласного видели. То есть, наверху мы по диагонали начинаем с вами опускать палочку, опять-таки же диагональную. Затем вертикально ведем к основанию строки. И, соответственно, крючочек небольшой, похоже на рыболовную снасть, на крючочек. То есть, еще раз попытаемся нарисовать, давайте вместе. Небольшая палочка диагональная слева, вверху. Затем опускаем вертикально ножку вниз. И, собственно, небольшой крючочек. Возможно, еще и такое написание. То есть, в верхней части все так же, как я показал дважды до этого. Затем горизонтально, вертикально, простите, опускаем ножку вниз. И потом просто вдоль строки ведем палочку. Что здесь важно для нас с вами? Можно так делать. Можно иногда пишут с небольшим закруглением, вот эту нижнюю часть. Так тоже. Но все-таки, чтобы более узнаваемо было, уголочек должен быть не закругленный. Хотя в любой формации, как бы мы ни нарисовали, ну, если правильно нарисовали, будет узнаваем. Вот, значит, звук русский, да, N. Ну, будет далее таблица, где у каждого согласного есть транслитерация, да. Так что я сейчас очень много об этом не буду говорить. Мы движемся дальше. Наша задача — посмотреть, как эти согласные пишутся. Поэтому будем переходить сейчас к следующему, который называется «самых». Но единственное, что про нун, также я скажу, что есть конечный вариант написания вот этого согласного. И вообще конечные варианты того или иного согласного, да, называют, ну, софитами. Например, в науке можно встретить нун-софит, да, это, соответственно, нун в конце слова, и, собственно, вот этот финальный вариант. Следующий согласный, как я сказал, да, называется у нас «самых». И мы сейчас с вами попытаемся его вместе нарисовать. Смотрите, как это делается. Ну, мы напишем, да, «самых». Опять-таки же, как и ранее, многие буквы начинались, да, у нас с вами. Мы сверху небольшой хвостик рисуем, а затем круг, да, или же овал, да. Опять-таки же, сейчас я верну немножко. Вот так, да. Еще раз. Ну, упрощенно. Так, похоже отчасти на улитку, что ли, да. Вот, обязательно в левом углу должно быть вот такой вот закругленица, да. Вот так. Еще справа от названия согласного тоже нарисую. Вот, ну, если кто-то пытается запомнить, как рисуется этот согласный, да, как изображается, то внешне напоминает, знаете, что, ну, я надеюсь, что у вас, среди вас нет заядлых геймеров, вот. Вот, но, тем не менее, условное обозначение бомбочки, да, с фитильком, вот, написание вот этого согласного напоминает, да, или, как сказать, может собой являть. Поэтому, ну, если вам так легче запомнить, да, то фитилек должен с левой стороны быть, да, то есть мы рисуем овал и затем вот такой фитилек, да, слева, в левую сторону. Это согласный самих. Мы с вами идем дальше. И еще один согласный, сейчас будем разбирать, знакомиться с ним, как он пишется. Это согласный айн. Это гортанный согласный. Гортанный согласный. Мы ранее с гортанными встречались. То есть это будет особая группа у нас с вами. Как пишется айн? Соответственно, что здесь важно сказать? Да, мы пишем, ну, формально похоже на русскую букву у, на нашу с вами. Да, поэтому рисуем, да, с правого угла, да, начинаем с верхнего. И затем из левого угла, да, опускаем к центру, к строке, да, палочку. Вот похоже, опять-таки же, на гвоздик, да, который по диагонали вбит. То есть еще раз, с правого верхнего угла мы как бы вот букву у, да, рисуем, а затем к основанию по диагонали из левого верхнего угла, к основанию строки, да, ведем линию. Ну, и еще раз, да, в правом углу начинаем и затем из левого опускаем. Да, ну, даже если правильно, можно вот так я нарисую. Вот, пожалуйста, прям начало нижней строки. Это согласный айн. В чем его особенность, да? Мы его пишем, этот согласный, но никак не произносим. То есть раньше, так как он гортанный, его, безусловно, произносили, но в современных грамматиках этот звук пишется, но никак не произносится. То есть мы пишем этот согласный, мы воспринимаем его как полноценный согласный, но никак не произносим его. Поэтому нередко вот это явление, да, ну, воспринимается вот так, как ноль звука. То есть перечеркнутый звук, да, или перечеркнутая буковка О, это вот формальный путь, формальный путь показать, что мы этот звук никак не произносим. То есть айн у нас не произносится. Точно так же, кстати, и как алиф, самый первый согласный в еврейском алфавите, тоже у нас не произносится. И вы позже посмотрите, несмотря на то, что мы их не произносим, да, но в транскрипции мы их особым образом будем отмечать, да, что все-таки это обыкновенный согласный. Несмотря на то, что мы его не произносим, мы должны его в транскрипции показать, что он у нас есть. Соответственно, если мы не произносим вот этот согласный, айн, как и алиф, да, в свое время, то мы произносим вместо него гласный, который под ним пишется. Но об этом чуть позже, на одном из следующих занятий. Следующий согласный еврейского алфавита называется пэ. И я покажу вам, как он пишется. Опять-таки же, мы рисуем с вами строку пэ. У нас был согласный кав, и мы его рисуем, да, начинаем в левом верхнем углу, затем закругление, еще раз закругление, да, и горизонтально, соответственно, мы ведем вдоль нижней части строки. Это мы нарисовали кав. А чтобы нарисовать пэ, нам надо из левого верхнего угла опустить примерно до середины буквы, до середины строки вертикальную палочку, а затем внизу этой палочки, да, горизонтальную черту нарисовать. То есть получается перевернутая буковка Т, да, только правая часть, да, правая шляпка у буквы Т, ну, будет гораздо больше, чем левая, да, еще раз. Мы рисуем букву кав, затем опускаем из левого угла верхнего до середины строки, вот, а после этого, да, рисуем перевернутую букву Т. Вот, иногда, допустимо, ну, опять-таки же, это я в упрощенном варианте, но чтобы вы распознавали ту или иную согласную впоследствии в моем написании, да, возможно, и такое написание, да, пэ, так, и вот это даже будет ближе к тому, что у вас на экранах, ну, вот, в печатном виде, да, то есть вот так. Но, опять-таки же, важно для вас на данный момент времени понять, как пишется этот согласный, да, мы пишем кав и добавляем то, что есть у пэ, да, вот это вот средняя часть буквы. Пэ также относится к группе согласных, которые я обозначал как бегат кепат, да, то есть у пэ может быть два варианта смычный и щелевой, или твердый, или мягкий, то есть пэ и фэ звуки, да, звук пэ может быть, и звук фэ может быть. А вот как они обозначаются, да, где мы, видя согласный пэ, должны читать пэ, а где, видя согласный этот же самый, да, должны читать фэ, об этом я скажу чуть позже. Но, пожалуйста, запомните, что вот у этого согласного есть два варианта произношения. Идем с вами дальше. Следующий согласный называется цаде. Снова я рисую строку. Цаде, да, иногда ца-ди называют, но звук ц. Очень сложно вам будет воспринять, как пишется этот согласный, но мы постараемся. Для того, чтобы вы запомнили его написание, я предлагаю вам следующий образ. Змей, которого пронзили, и точка, да. Смотрите, мы рисуем голову змея, но на самом деле вот этот элемент во многих буквах был у нас, да, в левом верхнем углу. Затем извивающаяся змейка к основанию строки, то есть в правую сторону уходит хвост, и затем этот хвостик извивается, или излом происходит. Вот, и, собственно говоря, змея пронзили, да, вот гвоздь. На самом деле отдаленно нашу с вами ц напоминает, да, но вот только лишь отдаленно. Еще раз, да, образ змейки нам помогает. Мы рисуем хвост, его излом, вот, а затем пронзаем эту змейку, да, цаде. Кстати, точно так же, как у п, у цаде есть конечный вариант, да, и вот как пишется конечный вариант цаде, да, мы с вами посмотрим позже. Да, то есть в начале и в середине слова пишется так, как вы видите, а в конце слова будет писаться иначе, вот этот согласный. Ну, давайте еще разок его вместе напишем, да, вот эта самая змейка, излом хвоста, и затем пронзаем эту змейку гвоздем, да, цаде. У этого согласного есть конечный вариант написания. Идем с вами дальше. Следующим согласным еврейского алфавита является коф. Сейчас будем разбираться с тем, как же эту букву нам писать. Коф. Да, соответственно, тоже звук к. У нас было каф, и мы понимали, я говорил о том, что есть два варианта к, х. А тут ков, ну, если вот в англоязычной транскрипции, да, то это более эмфатический, да, звук, который передается, ну, английским ку. Вот это к, да, кью. Ков. Значит, как мы пишем этот согласный, да, у нас, похоже он на флажок, да, этот согласный. У нас есть слева ножка, которая уходит немного под строку. И сверху мы начинаем с вами рисовать, эту ножку до конца мы не доводим. То есть, смотрите, часть ее уходит под строку, а вверху до начала строки не доходит вот эта ножка. И, соответственно, сверху в левой части мы начинаем рисовать вот этот самый флажок. Так, так, у меня переворачивается немножко. И вот так, да. Чем-то напоминает ламит. Сейчас я заново попытаюсь это все дело нарисовать. Так, вот так. На самом деле напоминает ламит. Если бы мы до самого основания строки довели бы, то у нас получился ламит. Поэтому еще раз, как кофт изображается под строку, уходит у нас с вами вертикальная черта, ножка, а затем в левом верхнем углу мы начинаем с вами рисовать ламит. Да, то есть, вот так, флажок. Еще раз. Так. Вот это кофт. Да, только здесь вот так покрасивее. Ага. Вот. И опять-таки же здесь уголочки, ну вот, вверху, по крайней мере, должны быть закругленными каждый раз. Это кофт. Кофт, да, эмфатический вот этот ка. К. Но опять-таки же мы с вами будем позже говорить о том, что мы не делаем разницы, да, вот эмфатический, не эмфатический ка. Просто и кафт, и кофт, да, произносим как ка. Наша задача просто различать эти согласные, но в произношении мы слишком сильно не будем себя мучить. Следующий согласный называется рэш. И сейчас мы вместе с вами его, снова рисую строку. Рэш, да, звук рэ передает. Кстати, в еврейском языке это смачный звук рэр. Похож на французский, да. Ну, если вы чистокровных евреев встречали, вот, или тех, кто из Израиля приезжает, они очень часто рэр не выговаривают, у них не рэр, а рэ, да. Вот, соответственно, рэш — это особый согласный. Мы с вами узнаем чуть позже, что некоторые согласные удваивать невозможно. Ну, и в частности, это гортанные, потому что их и так сложно произнести, да. И еще два раза ее подряд произнести, но это очень сложно. И тем более рэш, он и так, да, если вот мы его произносим как рэ, то рэ, как говорится, горло сломаешь. Ну, это мой фразеологизм. Но пишется он, смотрите, каким образом. Напоминает чем-то написание «далит» за одной особенностью. Уголочек должен быть закругленным. То есть мы начинаем в крайнем левом углу, затем ведем вертикально, простите, горизонтально вдоль верхней части строки и затем закругляем уголок и ведем вниз ножку еще раз. Обращаю ваше внимание, что везде вот этот уголок должен быть закругленным. Потому что если вы нарисуете его незакругленным, я сейчас, кстати, нарисую два согласных, чтобы было видно, в чем разница. Слева у нас рэш, а здесь справа будет далит. Смотрите, рэш — закругленный угол. А вот далит — все то же самое, только угол прямой. И, соответственно, если вы рэш прочитаете как далит, а далит как рэш, то можете не узнать слово. Может родиться у вас совершенно новое слово. Поэтому очень важно знать и запомнить, как пишутся согласные и не путать их. И те согласные, которые можно друг с другом спутать, я особым образом выделю, мы их запишем, и вы попытаетесь их запомнить, чтобы читать именно то, что написано, а не то, что вам кажется. Не путать согласные. Рэш — звук рэш. Но еще раз, евреи очень часто произносили и произносят его как рэш. Следующий согласный — это син. И опять-таки же, этот согласный и следующий за ним — шин. Это вот те два согласных, которые, как я в самом начале сказал, некоторые воспринимают как варианты одного согласного лингвиста, а другая часть лингвистов воспринимает эти две буквы как два разных согласных. Вот. Итак, син. Соответственно, звук с. Как пишется? Мне напоминает этот трезубец. Опять-таки же, трезубец Посейдона, да, или вилы русские. Мы с вами с левой стороны немножко закругляя, опускаем сверху вниз ножку. Затем мы ведем с вами вдоль нижнего края строки горизонтально. И затем поднимаем вверх, да, еще одну ножку. Вот. Соответственно, что дальше? Да. А дальше посередине мы, к раннем верхнем углу, да, мы начинаем писать еще одну ножку, и она как раз-таки в аккурат попадает у нас в крайний левый угол внизу, в основание. Какой образ еще можно здесь применить, ну, чтобы хорошо запомнить? Образ разбитой чашки. И что самое важное, когда мы пишем син над крайним левым трезубцем, да, или вот этой частью трезубца, вверху мы ставим точечку. И как раз-таки она, стоящая слева, наверху, показывает нам, что это именно согласный син, звук с. Еще раз, да, вот образ чашки разбитой можно применить, да. Еще раз вот мы рисуем эту чашку, донце, да. И вот она пошла трещина, да, вот сюда, к основанию. Ну, и потом можно... И важно точечку, да, в крайнем верхнем углу над левым трезубцем, да, или частью трезубца нам нарисовать. Именно вот эта точечка показывает, что это син, да, ну и, соответственно, русский звук с. Ну, давайте еще раз нарисуем. Так, так, места немного, но мы постараемся поместить. Вот она точечка, да. Син. Предпоследний, согласно еврейского алфавита, это, но опять-таки же, да, если син и шин один, он и есть, да, если мы все-таки делаем разницу между ними, тогда это будет не син, а шин. Я уже назвал его, да, это согласный шин, звук ш. Тоже рисуем с вами строку. Ну, и все аналогично тому, что мы говорили с вами про син. Это чашка разбитая, как я уже сказал, да, только точечка стоит над правым трезубцем, да, над правой частью вот этого трезубца. Еще раз, да, в зависимости от того, где стоит точечка, меняется звук, ну и, собственно, название. Син либо шин. Если справа стоит над самой крайней правой верхней, да, вот этой частью, значит, это шин. Еще раз давайте вместе нарисуем. Так. 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 Шин. И последний. Вот так пишется шин, да. С правой стороны, если точечка вверху, это звук ш и шин, если с левой стороны, соответственно, звук с и называется шин. И последний, согласный еврейского алфавита, именуется тав. Смотрите, как мы его пишем. Тав иногда тав, тав, либо тав, да, звук т передает. Легко запомнить, как он пишется. Мы реш с вами писали с закруглением здесь, да, соответственно, закругленный уголочек справа, да, написали с вами реш, а затем опускаем ножку из крайнего верхнего угла вниз, да, и вот эта ножка будет иметь закругление в левую сторону. Еще раз. Мы рисуем букву рэш, а затем из крайнего верхнего уголка рисуем ножку и потом лапку в левую сторону уводим. Давайте еще парочку тав нарисуем. Ну, я уже вот так сейчас стал рисовать, обленился. Более приближено к корописи и даже к курсиву. Существует курсив, но мы в данном курсе не будем его с вами осваивать. Курсив, кстати, есть в учебнике Томаса Ламдина. Да, если вы найдете его в электронном доступе или же в печатном виде, то сможете научиться писать курсивом. Ну, вот что важно в тав, да, в закругленный уголок и затем вот эта вот лапка вниз с левой стороны, да, вот эта ножка, лапка к основанию строки идущая. Тав тоже входит в группу согласных, которую мы называем бегатки-пад. То есть в древности точно было различие, да, между смычным и щелевым вариантом. Сейчас мы его с вами не делаем. Большое дело начинается с малого пожертвования. И пятью хлебами можно накормить пять тысяч человек. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте tvseminary.com Вот, собственно, еврейский алфавит. И сейчас мы будем говорить с вами о конечном начертании букв, да. Если тот или иной согласный, и мы их проговорили, эти согласные, встречается в конце слова, как он, тот или иной согласный, выглядит. Что это за буквы, да. Первый согласный в этом ряду — это каф. Давайте, посмотрите, пожалуйста, на презентацию, да. И, собственно говоря, на планшет мой также, да. Мы написали каф. Чем отличается это начальное и начальное употребление, да, в начале или в середине слова? Середина слова, а это, соответственно, конец слова. Вот в конце слова, если у нас используется каф, он выглядит таким образом, да. Вот у нас строка идет. Мы начинаем писать «далит», но уводим вот эту ножку вертикальную под строку. Уводим ее под строку. Да, если у каф вверху закругление было, то у каф конечный у нас прямой уголок. И хвостик уходит под строку. На самом деле, мы когда посмотрим еще другие согласные, имеющие особую форму, особый вариант написания в конце слова, я укажу вам на закономерность. Но вы ее проследите, но я озвучу ее сейчас. Если посмотреть, почему под строку уходит хвостик, можно вот что пронаблюдать. Если мы возьмем обычный вид, обычную форму согласного каф, то как нам получить с вами тот вариант, к которому мы пришли как конечный? Очень просто. Обратите внимание вот на эту часть. Если мы распрямим нижнюю часть согласного, то как раз-таки получим конечный каф. Еще раз. Если мы распрямим вот этот хвостик, который я обвел нижнюю часть согласного, то получится как раз-таки хвостик, уходящий под строку. И многие согласные, имеющие конечный вариант написания, логически и графически можно объяснить так, почему они выглядят, чем они отличаются от начальной, то есть, можно сказать, словарной формы своей. Но еще раз, да, это один и тот же звук. К, ну или же х. Неважно, начальный или конечный вариант написания, звук, ну, один и тот же. Затем мы с вами рисовали согласный мем. Как мы его рисовали, помните, да? Рисовали своеобразную юрту и затем вот труба. Соответственно, как рисуется конечный мем? Здесь под строку ничто не уходит. Да, но легко нарисовать и нам здесь поможет рэш. Смотрите, мы рисуем согласный рэш, напоминает, да, сильно. А потом с левой стороны ножку и соединяем полностью правую и левую ножку соответственно нижней горизонтальной чертой, да, вдоль строки. Еще раз, да. Вот если мем стоит на конце слова, то оно будет выглядеть именно так, да. Давайте еще раз один конечный мем нарисуем. Мем софит. Рисуем рэш. А затем ножку слева, да, вот такой вот с закруглением даже с небольшим. И получается у нас конечный вариант согласного. Еще раз. Рэш нарисовали. Ножку слева из крайнего верхнего угла и соединяем эти две ножки горизонтальной черточкой внизу. Да, это конечный мем. То есть если мем встречается на самом конце слова, мы его должны писать именно таким образом. Следующий согласный, пожалуйста, это нун. Мы знаем, как пишется нун. Похоже на крючочек, да, я напоминаю. То есть сверху небольшую наклонную линию, затем вертикальную полосу до основания строки и затем внизу строки горизонтально проводим это все. На крючочек похоже. Здесь с данным согласным та же самая логика сработает, что искав. То есть мы что делаем? Мы, получается, должны распрямить нижний хвостик, нижнюю часть этой буквы. И если мы его распрямим, то эта часть в аккурат уйдет под строку. Смотрите, что получается. То есть верхняя часть остается неизменной, а вот нижняя часть просто уходит вниз. А еще раз. Напоминает букву вав, только уходящую под строку. А это нун. Ну, опять-таки же, можно тут покрасивее, пожирнее, неважно, в верхней части. То есть я сейчас... Посмотрите, пожалуйста, внимательно на экран, покажу, что происходит. Потом сотру, как искав это было. То есть у нас есть вот эта часть, и мы ее просто тянем вниз, распрямляем. И таким образом получается конечный нун. Я это стираю, надеюсь, вы посмотрели. Следующий согласный, у которого есть конечный вариант написания, это п. Та же самая логика с ним, что искав и с нун. Значит, согласный п. Вот у нас здесь строка. Соответственно, как мы его пишем? Пишем согласный кав. Затем из левого верхнего угла до середины строки примерно опускаем в вертикальную черточку и к центру буквы. Буква Т своеобразная получается, перевернутая. Вот, здесь то же самое будет. Нижняя часть буквы, нижний вот этот хвостик, горизонтально лежащий на строке, мы распрямляем. И таким образом получается у нас конечный п. Смотрите, как. Да? Ах, сейчас. Уходит вниз строки. А вот это все мы оставляем. Да, еще раз. Так. То есть можно сказать, что рэш. Так. Уходящий под строку. Еще раз. Да, распрямляем просто нижнюю часть буквы. И получается конечный п. Логика здесь, да, вот уже у трех согласных ясна, как из начальной формы образовать конечную. Вот. И есть у нас последний согласный, да, имеющий конечный вариант написания. Это цади, да, или цади по-разному произносят, да, ну и, соответственно, и пишут в учебниках в том числе. Мы уже видели, как начальная форма, словарная форма пишется, да, я говорил, что образ пронзенной змейки. Вот мы нарисовали цади. И, соответственно, как конечный вариант нам нарисовать? Ну вот распрямить то, что лежит горизонтально на строке, то есть нижнюю часть согласного, да, поэтому у нас как получается, да, распрямляется вот эта вот змейка наша, вот, и точно так же остается своеобразный гвоздик, да, который пронзает змею. То есть еще раз, да, распрямляется хвостик, нижняя часть, самые буквы, и, соответственно, остается то, что было, как правая часть согласного. Так, еще раз. И, опять-таки же, уходит под строку. Ну вот так. Можно, конечно, сейчас я попытаюсь последнюю самую красивую нарисовать. закруглять, как вы видите на экране, да, то есть вот эту часть, правую часть, сейчас я нарисую левую часть, которая распрямилась и ушла под строку, ну, а левая часть как бы вот такая округлая, да, тогда будет совсем красиво. Вот у меня прямо, либо наоборот даже в другую сторону выворачивается. Поэтому сейчас еще раз нарисую, да, так и, собственно, с закруглением. Вот это будет у нас цади, да, конечный вариант. То есть когда цади встречается на конце слова, мы должны писать не словарный, да, начальный вариант, а именно конечный. И здесь логика та же самая. Да, здесь у нас вот этот вот кончик, нижняя часть буквы уходит вниз, да, мы его распрямляем. Как с кав, с нун, с п, да, то есть аналогично. Пожалуйста, запомните вот эту особенность. То есть если вам сложно будет на первый взгляд понять, в чем логика, почему начальная форма так пишется, а конечный эдак, то я попытался вам упростить понимание этого всего вопроса. Да, то есть у четырех согласных конечный вариант пишется вот с использованием одной и той же логики. Продолжение следует...